Девушки отдыхают Барановичское локомотивное депо, единственное в Беларуси, занимаются текущим и средним ремонтом современных высокомощных лоусско-китайских грузовых электровозов. Это перспективное направление предприятия планируют развивать и в ближайшем будущем. Войсковой части 7404 по двери итоги учебно-боевой деятельности дали старт новому учебному периоду. Девушки отдыхают Ярким дополнением к красочной палитре рождественских мероприятий, проходящих в эти праздничные дни, стал концерт духовной музыки. С Рождеством горожан поздравил архиепископ Пинский Лунигнецкий Стефан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». В рамках благотворительной акции «Наши дети» во Дворце детского творчества прошло новогоднее представление для мальчиков и девочек, оставшихся без попечения родителей. На празднике с Дедом Морозом и Снегурочкой собрались более 40 ребят. Председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский выразил благодарность родителям-воспитателям за труд, а ребятам вручил рождественские подарки. Благотворительный концерт для мальчиков и девочек, которые воспитываются в детских домах семейного типа, прошел во Дворце детского творчества Барановичей в рамках акции «Наши дети». На праздничное представление с любимыми семьями малышами Дедом Морозом и Снегурочкой собрались более 40 ребят. Они воспитываются в детских домах семейного типа, окруженные заботой и теплом родителей-воспитателей. В нашем городе сегодня работают 4 таких дома. Первый из них открылся еще в декабре 2007 года. Наша задача, чтобы не только каждый ребенок не остался без подарка, но и не остался без внимания, без тепла, без каких-то поздравлений новогодних, рождественских. И, конечно, это очень хорошо, что такая акция у нас в Республике Беларусь существует. И традиционно в городе Барановичей в канун рождественских праздников мы устраиваем праздник, такой вот утренник, новогодний, предрождественский, для деток, которые воспитываются в детских домах семейного типа. Сегодня в городе функционируют 4 дома семейного типа. И этот год очень знаменателен, потому что ровно 10 лет назад, в декабре 2007 года, открылся первый такой дом в городе Барановичи на улице Кирова, где бессменными родителями являются Карповичи, Татьяна Александровна и Игорь Михайлович. Такая встреча уже стала традиционной. Третий год она проходит во Дворце детского творчества. В этих семьях не делят детей на своих и чужих, а родители – люди с добрыми и любящими сердцами. Важно отметить, что забота о детях в нашей стране не разовая компания, а постоянно реализуемая государственная политика. Для этого работает множество программ, в том числе по поддержке детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Подтверждением тому и такие замечательные благотворительные акции, которые проводятся в эти праздничные дни. В Барановичах на сегодняшний день существует порядка 200 замещающих семей. Из них 153 – это семьи опекунские, в которых воспитывается более 180 деток. 40 семей – это приемные семьи, в которых воспитывается 53 ребенка. И очень отрадно то, что в городе у нас очень активно проходит процесс усыновления. В этом году 10 семей наших барановических, вернее в прошедшем 2017 году, усыновили 11 ребят и девчонок. И одна семья, как видите, из них усыновила, удочерила двоих ребят. И это, конечно, очень и очень отрадно. Со словами поздравления к присутствующим обратился председатель горосполкома Юрий Громаковский. Он пожелал всем счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Он вручил детям сладкие подарки, а также сертификат на посещение аквапарка Лебяжи всем семьям. Марафон добра продолжится в Беларуси до 10 января, пока не исполнятся все детские мечты. Волшебный праздник для маленьких пациентов городской детской больницы устроили в рамках акции «Наши дети». Организации и предприятия города собрали коробку добра для ребят. Они наполнили ее книгами, игрушками, канцелярскими товарами и многими другими необходимыми для детей вещами. Творческий коллектив Дворца культуры Барановичей приготовил для мальчиков и девочек новогоднее представление. Канцелярские товары, книжки, настольные игры, игрушки, средства личной гигиены. Ребята, находящиеся на лечении в городской детской больнице, убедились – чудеса на Рождество случаются. К выбору подарков организации и предприятия подошли очень трепетно. В городской детской больнице были подарены три сертификата на жалюзи в комнаты, где находятся дети-отказники, а также комплекты пеленок и постельного белья, предоставленные Барановичским молочным комбинатом. Не скуднеет рука дающего, не обеднеет сердце дарящего. Добро – это то самое ценное, что есть у человека. Оно никогда не выходит из моды, оно не имеет границ, оно не имеет срока годности. С открытым сердцем и огромной душой работники Барановичского молочного комбината приняли активное участие в республиканской акции «Чудеса на Рождество». На собранные денежные средства мы приобрели подарки и приехали в детскую городскую больницу, чтобы поздравить деток с наступившим Новым годом. В мешок Деда Мороза мы положили не только сладкие подарки, постельные комплекты, необходимый инвентарь, а мы собрали все самые теплые, искренние, добрые пожелания в наступившем Новом году. Организаторами «Утренника» выступили Городской совет молодежи при отделе идеологической работы культуры и по делам молодежи Барановичского горосполкома и общественная организация «Белорусский республиканский союз молодежи». Чемодан чудес подарил детям творческий коллектив Дворца культуры города Барановичи. Мальчики и девочки вместе со сказочными героями пели и танцевали. Не бывало восторг у маленьких пациентов, вызвало шоу мыльных пузырей. Отрадно, что акция «Чудеса на Розество» является не только инициативой Белорусского республиканского союза молодежи, но именно инициативой самих людей, участников и молодежи предприятий и учреждений нашего города, которые активно присоединились к этой акции, которые приняли активное участие. И очень замечательно, что по сравнению с прошлым годом, когда только три организации и учреждения, и предприятия кликнулись на наш взвод, скажем так, в этот раз уже шесть или семь учреждений, предприятия приняли участие. Новогоднее чудо получил каждый ребенок, находящийся в городской детской больнице. А подарком для присутствующих стали счастливые глаза детей, которые верят в завтрашний день. Хотим сказать слова огромной благодарности всем тем, кто в новогодние рождественские праздники нашел возможность сделать такие подарки для нашего учреждения и, значит, для детей города и района. К слову, в Барановичской городской детской больнице 167 детей находятся в стационаре и 8 детей без опеки родителей. Новый сервисный центр открыл Белтелеком в Барановичах. На реконструкцию объекта израсходовано 897 тысяч рублей собственных средств. На открытие объекта побывала наша съемочная группа. В Барановичах открылся новый сервисный центр Белтелекома. Расположился он в здании Белтелекома на улице Советской. Стоит отметить существенное преображение части фасада здания, где непосредственно расположился новый сервисный центр. Здесь все сделано для комфортного обслуживания горожан, получения полного перечня услуг зонального узла электросвязи. Здесь созданы все условия для клиентов нашего узла связи, потребителей услуг Белтелекома, для того, чтобы они могли воспользоваться очень широким спектром услуг, которые предоставляет Белтелеком в одном месте. Это очень удобно сегодня и для физических лиц, и для юридических лиц. Очень значимо для города, потому что надо отметить, что клиентами, абонентами сегодня нашего узла связи являются более 95 тысяч жителей города и района. Если раньше обслуживание клиентов происходило в разных частях здания и даже на разных этажах, то теперь для удобства как юридических, так и физических лиц все сделано компактно и в одном месте. Сервисный центр, то, что мы построили, все-таки это хорошая идея, она воплощена в жизнь. В первую очередь, комфортные условия мы создали для наших посетителей, для наших абонентов. Все воплощено в одном месте. Также совершенно на другом уровне условия созданы для наших работников. Для удобства клиентов работа в новом сервисном центре будет организована посредством электронной очереди и специального терминала, с помощью которого каждый может оценить качество обслуживания. А для родителей, которые будут приходить с детьми, предусмотрена даже детская комната. Последние годы количество активных пользователей услугами Белтелекома становится все больше и больше. Это, наверное, одна из самых быстро развивающихся отраслей связи и информатизации в нашем городе, потому что буквально за считанные годы порядка 40% абонентов уже на сегодняшний день имеют оптоволоконные линии связи, соответственно, и высокоскоростной интернет, и очень качественные услуги связи. И в ближайшие, наверное, год-полтора вот эту работу Белтелеком в городе Баранович в многоэтажном секторе завершить. Новый сервисный центр – не просто современный объект, в котором сделано все для удобства человека, но и просто красивое здание, которое после реконструкции преобразило внешний вид города. Реконструкция здания проводилась с конца 2016 года. На нее было потрачено порядка 900 тысяч рублей. Ремонт здания Белтелеком осуществлял за собственные средства. Открытие сервисного центра прошло празднично с музыкальным сопровождением и многочисленными розыгрышами призов. Главный приз достался жительнице Барановичей, пенсионерке Галине Деминой, которая названа самым счастливым клиентом. Она стала первым клиентом в первый рабочий день в новом 2018 году, 3 января. В подарок ей вручили сертификат, дающий право пользоваться бесплатно целый год услугой Ясно-35. Это пакет, в который ходят телефония, телевидение и интернет. Расширенный художественно-технический совет с демонстрацией новинок производимой продукции прошел на Барановичском производственно-хлопчатом бумажном объединении. Участие в нем приняли более 40 представителей торговых фирм, оптовых кладов Беларуси, около 10 дилеров из России, Украины и Прибалтики. Работники объединения показали новую продукцию, над созданием которой трудились в 2017 году. Свыше 40 представителей торговых фирм, оптовых магазинов, складов в Беларуси, около 10 дилеров из России, Украины и Прибалтики, приехали на художественно-технический совет Барановичского производственного хлопчатого бумажного объединения. Работники предприятия показали свою новую продукцию, над созданием которой трудились в 2017 году. Открывая встречу, генеральный директор общественного бумажного объединения Иван Турчак в первую очередь обратил внимание гостей на динамику реализации продукции, которая в последние годы неизменно растет. Продукцию барановичских текстильщиков покупают более 10 стран. Всю нашу масштабную модернизацию, которую мы планировали, она была связана только и планировалась для того, чтобы увеличить объем продаж. Расширить рынки сбыта, то есть на сегодняшний день наша модернизация и все, что мы поставили на новое оборудование, позволяет нам закрывать практически любой рынок. То есть на сегодня мы активно развиваем европейский рынок, российский рынок, белорусский рынок, выстроили свою собственную сеть розничных продаж, куда дополнительно будем привлекать клиентов за счет того, что продукция у нас является эксклюзивной, такой продукции больше ни у кого нет. Поэтому это будет только связано с увеличением продаж дополнительно. В начале 2017 года на предприятии запустили в работу несколько проектов, в том числе и проект «Декоративный текстиль». В прошедшем году дизайнеры работали прежде всего над цветовой гаммой пледов. Определен и акцентный цвет – фиолетовый. Базовые цвета будут в коллекции постоянно, акцентный цвет будет изменяться от сезона к сезону. Но в 2018 году фиолетовый цвет будет главным. Мы подводим черту под тем, что мы создали. Очень большая группа людей, специалистов работали над созданием новых продуктов, которыми мы можем действительно гордиться. Это декоративный текстиль, это дисне-цифра, которую мы в этом году установили, и у нас получился замечательный продукт, которым мы действительно гордимся. Об этом можно говорить много и много. Мы любим то, что мы делаем. У нас это хорошо получается. Надеюсь, тот продукт, который мы создали в этом году, он полюбится и нашим покупателям. Предприятие уже выпустило опытную партию штор, которая в ближайшее время поступит на полки магазина. Разработано около 12 видов этих изделий. Пользуются спросом и декоративные наволочки. Сейчас дизайнеры завершают разработку образцов покрывал, выпуск которых налазит в ближайшее время. В августе 2017 года барановичские текстильщики запустили в работу новое оборудование – цифровую печатную машину, способствующую появлению новых перспективных направлений выпуска продукции. Еще одно очень важное направление в работе предприятия – печать лицензионных рисунков. Для нас был проект, который пробный проект нашим детищем – это, конечно, декоративный текстиль. Мы делали первые шаги в разработке в этом направлении. А первыми шагами – это были, конечно, пледовые структуры, которые за время продаж проявились и полюбились нашим покупателям. Не только нам, но и нашим покупателям. Они себя хорошо зарекомендовали на рынке. В этом направлении мы целый год работали, разрабатывали новые структуры, цветовые гаммы. Сегодня мы это все продемонстрируем. А в плане декоративно-интерьерных штор – это тоже было первыми шагами в данном направлении. И мы довольны своим результатом, что мы получили. Я надеюсь, что по достоинству оценят наши покупатели данный продукт. У нас очень большой интерес вызвало в соцсетях, в газетах, везде все рекламировали и говорили про то, что эта продукция действительно очень востребована. Сейчас очень много отзывов положительных. Все ждут в магазинах. Постепенно она начинает поступать в магазины. Люди сразу же все скупают быстро. Поэтому надо, чтобы все успели. Будем пробовать и дальше развивать наше производство и больше выпускать данные продукции. В этом году мы больше занимались европейским рынком. Мы поставляли продукцию в Венгрию. Поставили продукцию в Финляндию. То есть это такие рынки для нас новые. Мы их будем дальше осваивать. И я думаю, может, в Америку поставим в следующем году. После завершения практической части художественно-технического совета, руководство предприятия обсудило вместе с гостями план совместных действий на 2018 год. Барановичское локомотивное депо, единственное в Беларуси, занимается текущим и средним ремонтом современных мощных белорусско-китайских грузовых электровозов. Их в стране уже 30, и эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому в этом году предприятиям планируется закупить дополнительное оборудование и освоить новые виды ремонта. А через три года начнут делать и капитальные ремонты таких локомотивов. Мощные белорусско-китайские грузовые электровозы БКГ-1 появились в стране в рамках государственной программы развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь 5 лет назад. И все это время они активно используются для перевозки грузов народного хозяйства. Электровоз очень современный, последних разработок европейских специалистов совместно с китайскими. Он экономичный в плане том, что у него есть рекуперативный тормоз и часть электроэнергии при торможении он отдает в сеть. Это и есть его уникальность, плюс тому, что асинхронный привод. Асинхронный привод дает долю экономии в вождении поездов. И по сравнению с электровозами Советского Союза, который у нас еще до сих пор используется, он в полтора раза везет больше груза, чем электровоз ВЛ-80 при выпуске Новочеркасского завода. Как утверждают и машинисты, и ремонтники, в эксплуатации такие электровозы довольно просты, оснащены по последнему слову техники и очень надежны. Серьезных поломок и выхода из строя за это время не случалось. Но текущее обслуживание, небольшие средние ремонты уже сейчас осуществляются в локомотивном депо Барановичи. С этой целью здесь были переоборудованы пять участков, где ранее проводился ремонт дизель-поездов. В 2018 году в депо будут продолжены работы по среднему ремонту второго объема, будет выполнен ремонт девяти электровозов данной серии и будут продолжены дальнейшие работы по освоению новых видов ремонта. Локомотивное депо Барановичи занимается перевозкой грузовых пассажиров на участки до Минска, Порши, Бреста, Слуцка, Гродно и Лиды. Также локомотивное депо Барановичи является базовым предприятием по текущему капитальному ремонту электровозов, электропоездов. В 2012 году в рамках государственной программы по развитию железнодорожного транспорта в локомотивное депо Барановичи прибыли 12 двухсенсионных электровозов серии БКГ-1. Сейчас в депо осуществляется ремонт кузовной и экипажной частей электровозов, автотормозного оборудования, ремонт тяговых электродвигателей и колесных пар, а также частичный ремонт электронной аппаратуры. В среднем на то, чтобы привести к надлежащему состоянию один такой локомотив, нужно с учетом времени на поставку запчастей из Европы или Китая от одного до полутора месяцев. Пока это новый опыт для депо. Отремонтированы только три электровоза, но в будущем это может стать одним из основных направлений деятельности. Учитывая то, что прошла электрофикация на сторону Литвы и от Осипович до Гомеля, электроподвижной состав будет увеличиться в количестве. На перспективу Берлокская железнодорога ведет переговоры с компаниями для приобретения новационного электроподвижного состава для пассажирских перевозок. А также продолжается работа в увеличении парка электровозов для грузовых перевозок. Так что я думаю, что мы без работы не останемся, люди у нас будут задействованы. В плане того, что 30 электровозов, поступившие в ремонт и эксплуатацию, дали нашим людям работу в Барановичах. Практически мы создали более 70 рабочих мест для эксплуатации и ремонта и обслуживания данного электровоза. К 2021 году мы планируем освоить капитальный ремонт данных электровозов. По состоянию на сегодняшний день пробег данных электровозов составляет порядка 870 тысяч километров. Они зарекомендовали себя с положительной стороны и очень простые и удобные в эксплуатации и приносят эффективное использование в работе железнодорожного транспорта Республики Беларусь. В локомотивном депо Барановича прорабатывается вопрос закупки нового оборудования, что позволит нам расширить перечень операций, выполняемых при ремонте данных электровозов. Всего на ремонте белорусско-китайских грузовых электровозов сейчас задействовано около сотни человек. И в будущем, поскольку направление очень перспективное, число рабочих мест планируется только увеличивать. Второй учебный период открыли в войсковой части 7404. Вначале подвели итоги учебно-боевой деятельности, затем торжественный митинг и слова на пусты и личному составу. В течение дня военнослужащие на учебных местах знакомились с правилами обращения с оружием, правильной эксплуатации военной техники при перевозке людей и грузов. Большое внимание во время занятий уделили соблюдению мер личной безопасности при выполнении служебно-боевых задач. У военных правоохранителей начался второй учебный период. В воинских частях и соединениях гарнизона по этому поводу прошли традиционные митинги и показательные занятия. В 4-й отдельной специализированной милицейской бригаде состоялось подведение итогов оперативной и боевой подготовки за минувший учебный период. И был дан старт новому учебному году. Военнослужащие на практике ознакомились с правилами обращения с оружием, взрывчатыми и токсичными веществами, боеприпасами, правильной эксплуатацией военной техники при перевозке людей и грузов, при проведении ремонта и хозяйственных работ. Сегодня в соответствии с планом основных организационных мероприятий практически во всех соединениях и воинских частях внутренних войск проводится подведение итогов служебного деятельности за 2017 год. На которых должны проанализировать те недостатки, которые были выявлены в ходе выполнения задач и поставить задачи на 2018 год. Сегодня внутренние войска – это одна из важнейших частей охранной системы белорусского государства. Они обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на страже правопорядка, защищая права и свободы граждан. Внутренние войска МВД Республики Беларусь – это слаженная, высокомобильная военная организация. Военнослужащие и днем, и ночью несут службу по обеспечению спокойствия на улицах городов, безопасности на различных общественно-политических и культурно-зрелищных мероприятиях. Особое внимание уделяется боевой подготовке. Профессионализму, тактике действий военнослужащих в этом плане можно только позавидовать. Поздравить личный состав бригады собралось много почетных гостей со всей республики. Сегодня мы пригласили представителей всех взаимодействующих структур, так как служебно-боевые задачи мы выполняем во взаимодействии как с органами внутренних дел, так и с департаментом исполнения наказаний. Ну а также представители прокуратуры, которые осуществляют надзор за законностью во внутренних войсках, и представители местной власти. Военнослужащие 4-й отдельно специализированной милицейской бригады занимают достойное место в системе национальной безопасности страны. Грипп – коварное и опасное заболевание. Он вырывает человека из привычного ритма жизни. Вирус гриппа вызывает постгриппозные осложнения, бронхит, пневмонию и другие. Кроме этого обостряются уже имеющиеся хронические заболевания. У ослабленных людей, лиц пожилого возраста и детей не исключены и смертельные исходы. Как предупредить заболевание – в следующем материале выпуска. В конце января – начале февраля специалисты прогнозируют сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом, из-за которого заболевшие проводят в постели от одной до двух недель. Возможно и тяжелое течение заболевания вплоть до смертельных исходов. С наступлением холодов увеличивается вероятность заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. Грипп – это тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает мужчин, детей, женщин любого возраста и национальностей. Наиболее опасен он для маленьких детей и для лиц пожилого возраста. Заболевание начинается внезапным общим недомоганием, головной болью, слабостью, температурой тела до 39-40 градусов, возможны иногда носовые кровотечения, потеря сознания. Многие считают грипп безопасным заболеванием, но он опасен своими осложнениями со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы, заболевания почек и других органов и систем нашего организма. Чтобы защитить себя и окружающих, необходимо помнить, что стандартным профилактики считается комбинация специфической и неспецифической защиты организма. Если говорить о специфической защите, то это вакцинация. Ежегодный состав вакцин обновляется в соответствии с данными Всемирной Организации Здравоохранения о циркулирующих штаммах. Привитой человек, риск заболеть у привитого человека намного ниже, нежели у непривитого. Если говорить о неспецифической профилактике, то она направлена на общее укрепление организма. Сюда будут входить такие мероприятия, как витаминизация, защитить себя от гриппа и его последствий в силах каждого. Сегодня существует множество различных способов подготовки иммунной системы к встрече с гриппом, главный из которых – вакцинация. В этом году в состав вакцин входит иммуномодулятор полиоксидоний, который защищает организм от других инфекций благодаря коррекции иммунного статуса. Прививаться следует ежегодно. Защитные антитела, которые вырабатываются после прививки в течение 6-12 месяцев после вакцинации, разрушаются. Их количества становится недостаточно для защиты от заболевания в новом сезоне. Мы знаем, что вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, поэтому кашлять и чихать необходимо в одноразовые платки, либо же бумажное полотенце, которое после использования обязательно нужно выбрасывать и мыть руки. Если же такой возможности не предоставляется, эпидемиологи советуют кашлять и чихать в локтевой изгиб. Следует помнить, закаленные люди не подвержены или почти не подвержены респираторным заболеваниям. Они труднее поддаются инфицированию, ведь их организм способен противостоять различным вирусам и микробам. 9 января христиане отмечают День памяти архидиакона Стефана, первомученника Православной Церкви. По многолетней традиции в день своего святого покровителя, архиепископ Пинский Лунецкий Стефан, совершают торжественное богослужение в Святопокровском соборе. Именно в этот день в Барановичах прошел рождественский концерт духовной музыки. Рождественские праздники православные жители Барановичей всегда ждут с нетерпением. Торжественное богослужение, наполненное радостью рождения младенца Иисуса, святочные дни, отличающиеся радушием, хлебосольством, а также проявлением заботы и милосердия. И, конечно же, встреча с архиепископом. Вот уже несколько лет Владыка Стефан в день своего тезаименитства совершает торжественное богослужение в Святопокровском соборе. По давной традиции в этот день в городском Доме культуры состоялся и рождественский концерт духовной музыки. Праздничный концерт впервые открылся выступлением хора духовенства Барановичского благочения под управлением Николая Гонькова. Гой ветерна, песню нести, пусть ее слышат все наруши. В этот день в городском Доме культуры в буквальном смысле не было пустого места. Послушать православные песнопения люди шли с семьями. Архиепископ Пинский Лунистский Стефан сердечно приветствовал участников и зрителей. Я вас поздравляю с праздником Рождества Христова, приносим Господу ангельское славословие, славу Вышнюю Богу на земле и мир, в человеческих благоволениях. В праздник Рождества Христова небос не зашло на землю. Мы возрадуемся этим великим, святым дням. Будем всегда помнить об этом, события Рождества Христова. И сегодня мы будем, хор будет уподобиться ангелам Божьим, которые воспринимаются по службам местного славословия Рождества Спасителя. Рождественские светочные дни – время радости, мира и душевного спокойствия. Более двух часов продолжался рождественский концерт. Он подарил зрителям немало удивительных произведений, разбудив светлое и по-настоящему радостное чувство и стал настоящим рождественским подарком для горожан. Он еще раз напомнил всем о свете Рождества Христова, подарив слушателям много волнующих, незабываемых минут. Рождественский концерт стал замечательным праздничным событием, объединившим разные приходы и доставившим много радости всем участникам и слушателям. Это были главные события уходящей недели о том, что принесут нам следующие семь дней. Мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.